Грифоны мифические – существа противоречивые. Они могут брать на себя как роли защитников-покровителей, так и злобных зверей. Грифоны новорингойские – на стороне добра и помощи людям и животным. Далее в эфире сюжет о детях-волонтерах. Расскажем, чем школьники из организации «Золотые грифоны» занимаются и как добровольчество поможет им при поступлении в ВОЗы. Чай, сладости, приятные мелочи в виде полотенец и мисочек для пикников. Рисунки. Дети, хлопочущие над наполнением пакетов, волонтеры, участники добровольческого клуба «Золотые грифоны». Вместе со своим куратором они навещают новорингойских пенсионеров, приходят пообщаться к ветеранам. И если дети трудятся на любом поприще, абсолютно на любом, то ли метут двор, то ли несут сумки, то ли ухаживают за животными, но я не знаю, для меня это очень важно. Я очень позитивно к этому отношусь и рада за это, что не болтаются по улицам и по подъездам. Слава Богу, заняты делом, а еще и духовно развиваются. Юные волонтеры не только по гостям с подарками ходят. Они убираются в своих дворах, высаживают цветы, устраивают субботники у водоемов. Информация о грифонах передается обычно из уст в уста. Так и пополняются ряды волонтеров. В нашем классе уже три волонтера из этой организации. И мне подсказала подруга, и сказала, хочешь вступить? И такая, да, я хочу, и мне понравилось. Самая любимая работа, которой занимаются «Золотые грифоны», находится за этими воротами. Впрочем, сами ребята работают и не считают. Для них общение с питомцами, которые живут в местном приюте, это большое удовольствие. Визиты сюда дети не пропускают. В приюте дети ухаживают за животными. Их задача – убраться в вольерах, вымыть миски, поиграть с бездомными кошками и собаками. Обязательный инструктаж, перчатки и за дело. Здесь чистая вода. Губками мы будем мыть наши миски. Для многих волонтеров визиты в приют – это способ удовлетворить личное желание иметь животных. Когда родители против кошки или собаки в доме, но не возражают, если ребенок будет общаться с ними и помогать в меру своих сил. Они спросили, будет ли у меня времени хватать, чтобы уроки делать. А так согласились. Ты что-то сказала, хватит времени? Да. Случаи, когда беспризорные хвостатые попадают в дома своих нянек, нередки. А потому дети все же не расстаются с мечтой и присматривают себе питомцев. Ну и собак бы я забрал, ну, черную собачку. А из кошек я бы забрал куркуму. Почему? Ну, потому что больше нравится. Появились золотые грифоны благодаря школьному праве, кто рассказывает Наталья Алексеенко, руководитель волонтеров. Два с половиной года назад она помогала дочке третьей классики с научной работой по добровольчеству и затянула. Я поняла, что как раз именно ребята начальной школы с первого по четвертый класс, все горят желанием. 86% ребят готовы были принимать участие в волонтерской деятельности, даже организовывать. Ребята постарше, у них вот этот процент возможности участия в мероприятиях добровольчества, их меньше. Здесь и понять можно. Старше уже свои заботы. Маша, мы очень рады, что ты с нами. Мы дарим тебе нашу футболку, наш значок свидетельства обязательно и календарик. Ура! Я надеюсь, что у тебя все получится. Первыми волонтерами стали третьеклассники из четвертой школы. Сейчас в грифоны приняли уже более сотни детей со всего города. Самым младшим 6 лет. Здесь будут рады каждому, кому откликается добровольчество. Всех. Мы принимаем всех. Потому что дело, которое идет от сердца, добровольческая деятельность, это всегда хорошо. И потом это опыт. И ко всему прочему, что они получают личное удовлетворение и самореализацию. То есть они могут помогать тем, кто нуждается, кто беззащитен. А еще быть волонтером в официальной организации – это хороший бонус при поступлении в ВУЗ. В большинстве высших учебных заведений волонтерская книжка может принести абитуриенту до 10 дополнительных баллов при поступлении. Сколько именно, будет зависеть от активности самого человека в качестве волонтера. Юные грифоновцы получают свои книжки с момента поступления.